Добрый день дорогие любители My Summer Car! Не так давно вышел новый мультиплеер Rec.MP. Давайте попробуем разобраться, как в него поиграть, что это такое и чем он отличается от предыдущих модов на сетевую игру. Начнем с того, что как и любой другой мод на мультиплеер, Rec.MP работает через Steam и соответственно требует лицуху. Иными словами, мультиплеер на пиратке работать не будет. Разберемся с процессом установки. В описании, в закрепленном комментарии я оставил ссылки, по которым вы можете перейти и скачать этот мод. Наконец-то, в отличие от BeR.MP, мод можно просто скачать на Nexus Mods. Это значит, что мы больше не будем страдать от постоянно падающего сервера, как это было когда-то с BeR.MP. Интересно, что если в поиске вбить BeR.MP и кликнуть на сайт разработчика, то при переходе на этот сайт, он перенаправит нас на страничку на Nexus Mods, уже на Rec.MP. Знаете, мне вот тут кажется, что это как будто бы не совсем новый мультиплеер. Как обычно, переходим на сайт Nexus Mods. Открываем раздел «Файлы» и качаем архив. Содержимое этого архива надо распаковать. Я предпочитаю в папке с игрой создать еще одну папку, допустим, в Rec.MP, и туда распаковать содержимое этого архива, чтобы ничего никуда не потерялось. Среди распакованных файлов открываем в Rec.MP Launcher. В левом верхнем углу нажимаем на оранжевую кнопку «Install». Если вдруг у вас почему-то все это не устанавливается и у вас лицуха, я бы посоветовал кликнуть правой кнопкой мыши по Rec.MP Launcher, выбрать «Запустить от имени администратора». Возможно, это поможет. Если нет, обязательно пишите в комментариях, там попробуем разобраться вместе, что за проблема, почему Launcher не запускает MySummerCard. Здесь есть любопытная особенность. Чтобы поиграть в предыдущую версию этого мультиплеера, БРМП, необходимо было зарегистрироваться на сайте разработчика, чтобы получить логин и токен, без которых поиграть бы не получилось. Однако сейчас ни зарегистрироваться, ни получить токен невозможно, поскольку сайт больше не работает и перенаправляет всех на Nexus. Решение оказалось простым. Я протестировал мультиплеер на совершенно свежем компьютере, и он запустился безо всяких логинов, токенов и прочих танцев с бубнами. Этот опыт я повторил уже на своем компьютере, целенаправленно разлогнившись из лаунчера и запустив мультиплеер как бы в первый раз, безо всего этого. Все прекрасно заработало. Итак, мы заходим в игру, кликнув по зеленой кнопке Play. После этого Steam спрашивает, правда ли мы хотим запустить игру с новыми параметрами. Мы соглашаемся. MySummerCard открывается, и нам необходимо кликнуть по слову Play. Здесь мы можем выбрать, будем ли мы сервером или клиентом. Обратите внимание на галочку Use Existent Safe Game. Если вы ее уберете, то ваше сохранение удалится. Если вы хотите стать сервером, нужно выбрать количество участников и нажать Open Lobby. Код для приглашения автоматически скопируется в буфер обмена. И все, что вам нужно сделать, это открыть чат с вашим собеседником, нажать Ctrl-V, либо кликнуть правой кнопкой мыши и, значит, вставить ему по самой небалу и отправить, короче, этот код вашему собеседнику. Соответственно, если вы клиент и хотите присоединиться к игре, то этот код нужно скопировать, точно так же через лаунчер запустить MySummerCard, нажать Play и вставить этот код в поле LobbyCode, после чего жмите кнопку Join Lobby. Перед использованием мультиплеера я категорически рекомендую сделать копию папки с сохранениями. Путь к этой самой папке сейчас у вас на экранах. Я думаю, что многие в новом мультиплеере увидели продолжение предыдущего проекта Beer.MP от разработчика Masseyka. В действительности же это тот же самый мультиплеер под новым именем. Вместе с переименованием этот проект получил ну и дальнейшее развитие. Например, список участников наконец-то убрали под кнопку Tab. Консоль больше не взрывает экран, однако по-прежнему показывает код от Lobby. А это, между прочим, крайне неудобно, если ты стример. В игру добавили спальный мешок. Вы всегда можете взять его с собой. Мешок находится в свернутом состоянии и для того, чтобы его развернуть, нужно нажать кнопку F. В целом, система сна переработана. Теперь для того, чтобы заснуть, лечь спать должны все участники мультиплеера. С одной стороны, это хорошо, поскольку это не приведет к бардаку и дни недели не будут перескакивать, как это было в Beer.MP. С другой стороны, если один из участников где-то потерялся среди ночи и не может отыскать дорогу домой, то он мог попросить своего тиммейта поспать, тем самым сменив ночь на день. Думаю, что те, кто покидают дом, теперь обязательно должны брать с собой спальный мешок. Продолжая тему комфортной игры, давайте поговорим про использование модов. Несмотря на то, что мультиплеер поддерживает моды, я бы советовал играть без них. Особенно стоит отказаться от разного рода модов, которые влияют на синхронизацию игры. В частности, это Noclip, разного рода читбоксы и моды по типу Crap Anything. Как только на сервер входил человек с одним из таких модов, собранная нами Сацума просто взрывалась и разлеталась на сотни маленьких запчастей. Как и свой предшественник, в Rec.MP это абсолютно бесплатный, великолепный мод, где вы не без проблем, но все же сможете собрать Сацуму вместе, а затем сможете даже покататься на ней. Подавляющее большинство геймплея синхронизировано. Одновременно на карте может присутствовать до 12 человек. Каждый может создать свой скин прямо внутри игры. Когда мы играли, мы часто сталкивались с рассинхроном и багами. Однако, если вы достаточно аккуратны и осторожны, а также периодически сохраняете прогресс, то мультиплеер принесет вам кучу удовольствия и подарит эмоции, которые просто-напросто не возникнут при игре в одиночном режиме. Кстати, на экране сейчас показываю баг, который произошел в одной из наших игровых сессий. Мы собирали Сацуму, крали колеса и мой коллега немножечко по-дебильному убился по зеленый Fiat, держа в руках колесо. Получалось так, что как только колесо переставало двигаться у меня, оно появлялось в руках у него. Но об этом я узнал только сейчас на монтаже, а во время игры я решил, что это колесо утопил и поехал искать запаску. Мы собрали подвеску и поставили Сацуму на все четыре колеса. Так что мультиплеер отличный, машину собрать можно, все реально. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Я это оставлю. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. С вас лайк и подписка, а я желаю вам приятной игры в ответ. Также обратите внимание на то, что в закрепленном комментарии есть ссылка на наш дискорд, где вы запросто сможете найти себе тиммейтов, друзей, а также получать уведомления о новых видосах. С вами был Дон, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok